Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем тратить время своей жизни на разговор о Коби-Терр. Если вы начали с этого видео, лучше найдите все-таки первого. Итак, у нас продолжаются волшебные лозунги, что цель руководства, которое искусственно оторвали от управления, это получение выгод, оптимизация рисков и оптимизация ресурсов. Ну, я думаю, что эти лозунги можно прибить прямо на луне, чтобы всем было видно. Это не цели. Это лозунги. Цель, она формулируется по смарту. Я думаю, вы помните, что она конкретно измерима, достижима за определенный промежуток времени. А вот это лозунг. Или даже не архитектурный принцип, это просто лозунг. Каскад целей – это сердце Коби-Терр. То есть берем некий движущий сил из заинтересованных сторон. Окружение, развитие технологий, стратегию компаний, как там пишут. Мы ее берем, вот эти движущие силы, они все разрозненные, отправляем на обработку в рамках потребностей заинтересованных сторон. То есть у нас есть вот эти все куча кубиков. Эти кубики проходят проверку на получение выгод, оптимизацию рисков, оптимизацию ресурсов. Ну, уже на этой стадии у нас просто какая-то полная фигня происходит, простите меня. Потому что это разрозненные кубики, и это все окружение нашего бизнеса. Мы ведем бизнес в Алжире, или в Китае, или в России. Есть уровень развития технологий, есть стратегии, есть люди. То есть вот эти движущие силы из заинтересованных сторон, это куча сущностей, сущностей мироздания каких-то на планете Земля. И на основании этого всего, как-то обработанного, мы должны сформулировать бизнес-цели. Ну, это просто трэш, на самом деле. Потому что бизнес-цели должны стать основанием для IT-целей, для целей факторов влияния. Для факторов влияния называются, по сути, отделы в кубике. То есть вот это первых два квадратика нам должны породить непонятно каким образом. Должны нам породить, что получается стратегию компании, но там указано, что стратегия компании в первом квадратике находится. То есть стратегия компании, которую формулировали, исходя из, если полагаться на комит, то стратегия компании не прошла проверку получением выгод, оптимизации рисков и оптимизации ресурсов на получение этих выгод. Очень интересно вы, ребята, формулировали вашу стратегию То есть явно не по системе сбалансированных показателей И какие должны появиться отсюда бизнес-цели, IT-цели Если тут стратегия, она должна уже учитывать То есть окружение, развитие этих... Никаких движущих сил к заинтересованным сторон Это вот бред вообще Вот этот первый квадратик, это полный бред И потребности заинтересованных сторон тоже полный бред То есть наверху у нас должна находиться бизнес-стратегия На худой конец Вот как я рассказывал из видео, как создается IT-стратегия Вот у меня недавно такое видео было На основании бизнес-стратегии у нас может быть бизнес-цель Например, открыть розничную цель Розничное подразделение, 5 магазинов И отсюда могут быть IT-цели Не ОК, не IT-стратегия, а даже IT-цели Потому что обеспечить в этих магазинах первая цель Обеспечить в этих магазинах везде возможности Работы с контрольно-кассовым аппаратом С учетной системой, розницу поставить, все дела Дальше у нас появляются цели факторов влияния Окей, не вопрос То есть IT-цели, они каскадировались на цели факторов влияния По которым отдел системного администрирования закупает оборудование Там отдел прикладного сопровождения информационных систем Идет закупать розницу И думает, как из нее данные выгружать в 1С управление холдином Хорошо Но вот шапочки-то нет Это я сейчас вам рассказал содержание моего предыдущего видео По сути Ах да И в завершении всего вот этого Безумия У нас есть процессы То есть процессов у нас немерено Отсюда у нас получается такая ситуация, как с ITIL Я, по-моему, об этом говорил Полное внедрение ITIL требует Ни одного и ни двух людей Которые в компании будут заниматься только Администрированием ITIL Только Ну, наверное, можно как-то там уложиться в одного Не знаю, в двух Ну, минимум, да В ITIL все-таки Какие-то практики, они более-менее формализованы А вот с Кобитом так не произойдет Здесь надо создавать целое подразделение в IT-службе Которое будет заниматься выяснением того, что это такое Управление подходом к управлению IT Управление рисками в IT, управление подрядчиками То есть Портфелем Портфелем чего? Управление услугами, бюджетом Персоналом Управление персоналом в IT Понимаете, в чем дело? Я уже рассказывал про то, что инструмент должен добавлять, а не убавлять Мне всегда казалось, что это, ну, казалось, да, слово такое Ну, именно казалось, что это такая понятная фраза, что если мы с вами покупаем Не знаю, если мы с вами что-то покупаем, это должно нам прибавлять, а не убавлять То есть, ну, вот старый принцип существует, это должно нам давать либо большой плюс, либо убирать большой минус, либо пробивать большую пробку Либо что-то там вместе Я вот вижу, что это гигантская пробка для IT-службы Просто пробкище Это большой минус, потому что, чтобы внедрить это в IT-службе, надо прям много денег потратить И, наверное, может быть, это можно внедрить в транснациональные корпорации Для которой потратить дополнительные 3 миллиона рублей каждый месяц на все эти дела Для них это просто ерунда какая-то Что такое 3 миллиона рублей? Это разве деньги? Но для моих клиентов это деньги И это серьезные деньги И для того, чтобы потратить 3 миллиона рублей в месяц Мне нужно иметь очень серьезное обоснование, чтобы они на это пошли И это правильно Это правильно Мы живем в реальном мире За эти деньги можно купить новое оборудование Начать на нем производить какую-нибудь дополнительную продукцию И деньги зарабатывать на компании Подводя итог Я признаю этот инструмент имени КОБИТ Несоответствующим действительности российского бизнеса За исключением транснациональных корпораций Их филиалов Российской Федерации Крупных госкорпораций Имея как минимум по его размерам и сложности Во-вторых, я признаю этот инструмент Несоответствующим действительности Потому что он пытается перемешать все в кашу Он не умеет грамотно каскадировать цели Не умеешь не лезть куда не надо Будь как Айтил Айтил это технология, методология, как угодно Которая не лезет куда не надо И в итоге она нужна всем В той или иной форме, так или иначе Айтил полезен и нужен И Айтилом будут люди пользоваться Какие-то, например, процессы не применяют Я, как уже говорил в видео Я применяю всего 4-5 процессов из Айтила Коих там больше 10 Но вот из этого бреда я не буду применять ничего Потому что это бред Потому что он невыносимо сложен Потому что он толком не формализован Потому что его надо постоянно к чему-то адаптировать А если что-то надо адаптировать То, ребят, давайте я с нуля все это сделаю Я и без вас знаю, что в IT надо управлять безопасностью Что есть защита персональных данных И я знаю это гораздо лучше, чем вся эта контора Возможно для Америки это хорошая тема Возможно для Европы это хорошая тема Но я живу и работаю в России С российским бизнесом Являюсь техническим директором российского системного интегратора И иногда консультирую как российский консультант Поэтому меня интересует российская действительность Это я на всякий случай для тех, кто будет писать комментарии Что я ничего не понимаю в мегаметодологиях Я уж таких побанил человек 10 Ребят, давайте пишите, во-первых, культурно на канале За мат будет бан, все равно Во-вторых, повторюсь, я смотрю на все С точки зрения практического применения И получения бизнесом ценности Мне очень нравится формулировка в IT Бизнес получает ценность на основе гарантий Не неся специфических затрат и рисков Только затрат не в смысле денег А выяснение того, как работают оба на конфигурации На платформе 1С Понимаете? И никакая методология не убедит меня в своей ценности Если она ее не приносит в российский бизнес Другого бизнеса у меня для себя нет На этом спасибо за внимание До свидания